Урок спокойствия Жизнь проходит в волнениях и вы считаете, что это нормально, ведь благодаря этому вы ощущаете, что живете наполненной жизнью. Вам важно, чтобы ваша жизнь была наполнена впечатлениями, эмоциями и переживаниями, пусть даже драматичными, иначе вы тоскуете, вам кажется, что ваша жизнь пуста. Вы всегда мечтали о второй половинке. Стремление к созданию семьи, к отношениям, основанным на любви, одно из главных, если не самое главное в вашей жизни. Отношения, даже начинающиеся счастливо, вскоре обычно вас разочаровывают. Вы понимаете, что ваш избранник или избранница не тот или не та, кто вам на самом деле нужен. Вы продолжаете поиск половинки, который может длиться всю жизнь. Если вы проанализируете свои чувства, то поймете, что стремитесь к отношениям из страха пустоты и одиночества. Вам кажется, что другой человек может заполнить пустоту, но ожидания редко оправдываются. Вы готовы жертвовать своими интересами, терпеть значительные неудобства, только чтобы кто-то был рядом. Другие люди часто этим пользуются и могут сесть вам на голову. Забота о других – это для вас самое важное в жизни. В этом вы видите смысл и без этого не мыслите полноты существования. Избавление от страха пустоты вы можете искать также в работе и в других занятиях, в новых впечатлениях, путешествиях, смене обстановки, новых приобретениях и так далее. Если ничего из этого не помогает или недоступно, есть опасность появления вредных пристрастий и склонности к саморазрушительному поведению. Вас привлекают всевозможные интриги, сплетни из жизни звезд или ваших знакомых, а также разного рода драматичные истории. Вы любите тайные загадки, с интересом читаете про разные заговоры, про то, какие опасности грозят человечеству. Это добавляет остроты и драматизма в вашей жизни. У вас есть страхи и фобии, которые порой невозможно объяснить. Например, вы боитесь летать на самолете или плавать, хотя ни в воздухе, ни в воде с вами ни разу не случалось ничего плохого. Задачи, которые необходимо решить в рамках урока «Спокойствие». Открыть в себе источник безусловной божественной любви. Научиться с любовью относиться сначала к самому себе, а потом уже к другим. Войти в состояние божественного умиротворения и покоя. Обрести чувство полноты жизни, которое не зависит от драм и переживаний. Освободиться от страха одиночества и пустоты. Научиться делать выбор из любви, а не из страха. Выйти из состояния тревожности, беспокойства. Преодолеть страхи и фобии. Вы постоянно ищите, чем заполнить пустоту. Урок «Спокойствие» проходят люди, которые на протяжении многих воплощений искали, на кого бы или на что бы опереться, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. То есть, они искали источники счастья в других людях во внешнем мире. Иногда им это удавалось. И тогда они делали вывод, главное в жизни, чтобы рядом был кто-то, кто тебя любит. Но чаще они терпели разочарование, потому что счастье оказывалось очень коротким. Его далеко не всегда хватало на целое воплощение. И это неудивительно, ведь искать любовь в других людях, не найдя ее в себе, бессмысленно. Рано или поздно вы снова оказываетесь в пустоте, которой так боитесь. Почему пустота страшит? Потому что она противоположность любви. Любовь – это энергия. Пустота – это отсутствие энергии. Если вы, не найдя любовь и счастье в другом человеке, оказываетесь в пустоте, значит у вас перекрыт внутренний источник энергии любви. Он не питает, не наполняет вас. И вы чувствуете себя вычеркнутым из жизни. И вы снова и снова начинаете искать, чем заполнить пустоту. Жизнь протекает в этих поисках, в тревогах, в постоянном драматическом напряжении. Так как внутренний источник энергии перекрыт, вы ищите полноту жизни в чем-то внешнем, пусть даже в том, что вызывает страдания. На какое-то время это создает иллюзию заполненности. Но вы сами можете почувствовать, что это иллюзия. На самом деле в драматических коллизиях нет энергии. И они не наполняют, а еще больше опустошают вас. Как в случае с любым уроком, у вас еще в детстве появились катализаторы. Это ваши родители, воспитатели или другие близкие люди. Не забывайте, вы сами договорились с ними, что должны родиться в этой семье, оказаться в этих условиях. И они согласились создать для вас именно такие условия, которые будут способствовать активации урока. Что это были за условия? Скорее всего, вы не получили опыта безусловной любви. Такой любви, когда вас любят и принимают таким, как есть. Не ставя никаких условий. Возможно, внешне это выглядело как любовь. И вы уверены, что выросли в любящей семье. Но если вы припомните все обстоятельства, то поймете, что эта любовь была условной. Вас лишали любви, если вы делали что-то не так или были каким-то не таким. Родители могли просто не знать, что такое безусловная любовь. Они были искренне уверены, что любят друг друга и вас. Но на самом деле, они любили или готовы были любить друг друга только за что-то, а не просто так. Они не знали, как это, любить кого-то просто за то, что он есть. За то, что у него внутри Бог. За то, что он прекрасная и неповторимая часть реальности. В итоге вы пришли к выводу, что любви просто так не бывает. Что любовь нужно заслужить. Что нужно еще постараться ее получить. И вы стали искать того, чью любовь можно заслужить и от кого можно ее получить. Понимаете, в чем ошибка? Вы мечтаете о любви, но ищите ее не в себе самом, а в ком-то. Потому что в себе вы ощущаете пустоту. И хотите, чтобы эту пустоту кто-то заполнил. Вы не знаете, что ее заполнить можно только изнутри. Ее можно заполнить только собственной любовью. Другой человек не может наполнить вас своей любовью, если источника любви нет у вас внутри. Если вы не находите способа заполнить пустоту чьей-то любовью, вы начинаете заполнять ее чем-то другим. Суетой, драматическими переживаниями, переменой мест, беспокойством и тревогой. Постоянные попытки заполнить пустоту и попытки чаще всего бесплодные – это и есть основная коллизия вашего урока. Пришло время изменить это. Пришло время открыть источник безусловной любви внутри себя. И тем самым уйти и от пустоты, и от страха, и от одиночества, и от беспокойства. Отработка урока «Спокойствие» включает три фазы. Первая фаза – раскрытие внутреннего источника безусловной любви. Вторая фаза – освобождение от страха и тревоги. Третья фаза – выход из драмы. Если урок «Спокойствие» для вас второстепенный, то вы забудете о своих метаниях и беспокойстве. Если же этот урок главный, то чувство тоски, пустоты и беспокойства будет время от времени посещать вас. Но каждый раз вы сможете побеждать его силой безусловной любви, источник которой – ваш дух. В итоге вы тоже обретете чувство полноты жизни и сможете построить с другими людьми отношения, основанные на любви. Первая фаза – раскрытие внутреннего источника безусловной любви. Когда вас любят, вы чувствуете себя прекрасно, не так ли? Даже если вы просто мечтаете о том, что вас любят. Даже если эти мечты в итоге не осуществляются, все равно вы успеваете испытать, что это за состояние быть любимым. Даже если любовь была только в вашем воображении. Вы понимаете, что это значит? Вы можете чувствовать себя любимыми, даже если внешнего источника любви нет, если он только в вашем воображении. Это происходит потому, что источник любви на самом деле есть, он внутри вас. И он включается, когда вы думаете о том, что вас кто-то любит. Но почему же он выключается, когда вы начинаете думать, что вас не любят? Потому что вы сами выключаете его своими мыслями о нелюбимости. Потому что вы думаете, что вам нужен внешний источник любви, чтобы чувствовать себя любимым. Потому что вы позволяете себе считать себя нелюбимыми. Вы никогда не бываете нелюбимыми, дорогие. Потому что вы – продолжение Бога, являющегося великим источником любви. Вы созданы любовью и из любви. Как вы можете быть нелюбимыми? Вы становитесь нелюбимыми только потому, что сами начинаете себя считать такими. Но вы не можете сделать так, чтобы источник любви внутри вас перестал существовать. Вы можете играть в то, что его нет. Вы можете играть в то, что вы нелюбимы. Но стоит вам только обратиться внутрь себя и задаться целью найти там любовь, Вы ее тут же найдете, потому что она всегда там и всегда ждет, когда вы о ней вспомните. Каждый из вас – это великий любящий дух, являющийся прекрасным проявлением Бога. Сила вашего духа такова, что он способен наполнить любовью и вас, и вашу жизнь, и весь мир. Так почему же вы ждете, когда кто-то придет и принесет вам любовь, когда внутри у вас ее столько, что хватит на всю вселенную? Наполните себя любовью. Вы знаете, как это делается. Посмотрите на себя глазами любящего Бога и полюбите себя. Вы это умеете. Любовь к себе – не эгоизм. Эгоизм замыкает вас в себе, отделяет от мира. Тогда как божественная любовь соединяет вас с миром. Мир – это энергия. Энергия – это любовь. И когда вы открываете любовь в себе, вы соединяетесь с миром в едином потоке любви. Любовь Бога – это то, что заполняет, устраняет чувство пустоты. Это то, что восстанавливает вашу целостность и выводит из одиночества. Вы не половинка, вы целая – часть великого божественного бытия. Любовь – это то, что дарит великое божественное спокойствие, мудрость и полноту жизни. Любовь – это то, ради чего вы пришли на землю. Но вам не нужно ее искать. Не нужно ее добиваться. Она всегда с вами. Она всегда внутри вас. Она и есть ваша суть. То, чем вы являетесь на самом деле. Вторая фаза. Освобождение от страха и тревоги. Страх – это противоположность любви. Любовь – это наполненность. Без любви наступает пустота. Пустота страшит, потому что она неестественна. На самом деле пустоты нет. Она иллюзорна. Вы помещаете себя в иллюзию пустоты, когда забываете, что у вас внутри источник любви. Если вы забываете об этом, вы лишаете себя заполненности и начинаете искать, чем заполнить пустоту. Вам кажется, что вы можете заполнить ее только какими-то внешними вещами, которые не зависят от вас, которые нужно заслужить или постараться получить каким-то другим способом. Вы начинаете зависеть от этих внешних источников, вернее, от того, что вам кажется такими источниками. Вы начинаете бояться их потерять. Ведь они могут исчезнуть, и это не зависит от вас. В итоге вы испытываете страх, тревогу, беспокойство. Иначе быть не может, потому что любовь – суть жизни. Без нее жизнь невозможна. Но если источник любви не в вас, а в ком-то или в чем-то другом, жизнь становится тоже невыносимой, так как она наполнена не любовью, а страхом. Если страх руководит вами, для любви не остается места. Более того, если страх руководит вами, то все ваши мысли, желания, намерения исходят из энергии страха. Это значит, вы создаете свою жизнь энергиями страха. Что можно создать энергиями страха? Только еще больший страх. Любовь создается только любовью. Любовь нельзя создать из страха. Если вы ищете свою вторую половинку, потому что боитесь одиночества и пустоты, вы пребываете в энергиях страха, а не любви. В таком состоянии невозможно притянуть любовь, можно лишь создать иллюзию заполненности. Но иллюзия не приносит счастья. Если вы решаете быть рядом с кем-то не потому, что боитесь одиночества, а потому что вас наполняет любовь, которой вы хотите делиться, вы создаете себе будущее, полное любви и счастья. Чем вам делиться с другим человеком, если внутри у вас только страх, тревога и беспокойство? Вы не сможете делиться с ним любовью. Вы будете делиться страхом, тревогой и беспокойством. На этой основе невозможно построить настоящее отношение. Страх опустошает и сковывает. Страх создает напряжение и ограничение. Страхом вы отделяете себя от мира и от тех людей, чью любовь хотели бы привлечь. И только любовь является силой, которая освобождает, соединяет вас с миром и привлекает ответную любовь. Быть бесстрашным – это не значит быть неосторожным. Быть бесстрашным – это значит жить в любви, которая защищает от опасностей, дает мудрость, чтобы выбирать лучшее для себя. Страх не дает защиты. Он лишь привлекает опасности в вашу жизнь. Любовь дает защиту. Любовь дает безопасность. Если ваша любовь основана на страхе, это не любовь. Заполните пустоту божественной любовью, и страх исчезнет. Только любовь способна быть лекарством против страха. Любовь, которая есть у вас внутри. Не нужно искать ее источники где-то в другом месте. Вы можете найти энергию любви в себе и исцелить себя от страха. И строить отношения из любви, а не из страха. И наполнить свою жизнь силой, созиданием, любовью. И открыть для себя весь мир. Третья фаза. Выход из драмы. Вы любите драму. Это понятно. Она добавляет эмоций в вашу жизнь. Придает ей остроты. И главное, заполняет пустоту. Пустота образуется там, где нет любви. Вы помните это? Но разве драма добавляет вам любви? Нет. Она создает лишь иллюзию наполненности. Вашему духу не нужна драма, потому что он пребывает в любви. И он способен заполнить любовью вашу жизнь так, что вам тоже не нужна будет драма. Каждый из вас – это великий космический путешественник. Да-да, именно так. Все вы родом низ земли, ваш дом в божественном измерении, в космосе духа. Вы отправляетесь на землю в увлекательнейшее путешествие. Вы осваиваете на земле неизведанные пространства. Вы превращаете низкие энергии в любовь и свет Бога. Вы переживаете при этом такие потрясающие приключения, что на вас с восторгом и благоговением взирает вся Вселенная. Вы окружены бесконечной любовью и заботой. Ваша божественная семья восхищается вами, видя, как вы справляетесь с непростыми задачами, которые выбрали для себя. И вам еще нужны какие-то мелкие драмы для ощущения полноты жизни. Посмотрите на мир глазами духа, космического путешественника, экспериментатора и великого игрока. И вам не нужны будут человеческие драмы. Знаете ли вы, что дух наслаждается каждым мигом? Что для него чудесно все происходящее с вами? Что ваши драмы вызывают у него улыбку? И что ему очень жаль, что вы, вовлеченные драмами, не можете наслаждаться миром так, как делает это он? Жить без драмы – это не значит отказаться от решения тех задач, которые стоят перед вами. Жить без драмы – это не значит совсем не встречать препятствий и трудностей. Но это значит справляться с ними без страха и лишних переживаний. Если вы смотрите на ваши задачи глазами духа, то можете воспринимать их как игровые ходы. Каждая задача – не повод переживать и тратить энергию на страдания. Это повод размять мускулы духа. Это повод сказать – вот и еще возможность испытать себя и стать сильнее. Если вы будете мыслить как дух, вы сможете принимать жизненные задачи как вызов, а не как повод для уныния или страданий. Это будет означать, что вы вышли из человеческих драм и живете, как прекрасный белоснежный ангел, временно принявший облик человека. Вы просто станете тем, кто вы есть на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok